Продолжение следует... Узнать, какие навыки нужно приобрести для их воплощения, научиться управлять своим временем и грамотно распоряжаться финансами. Полезные для школьников и студентов курсы можно найти на новой образовательной платформе «Альфа-Рабиус». Ее запустили в Бюро Международного финансового центра «Астана». Название проекта не случайно. Разработчики вдохновились трудами великого философа Востока «Альфа-Раби». Подключаясь к нашей платформе, школьники и студенты получают те навыки, которым не обучают в обычной школе. То есть это навыки коммуникации, навыки проектного управления, навыки планирования, навыки финансовой грамотности. То есть все то, чего нет в общей программе школы, но которые жизненно необходимы для успешной реализации общества. Курсы можно проходить в удобное для себя время. Контент постоянно обновляется. Чтобы информация усваивалась легко, супервайзеры проекта подают ее в разных форматах. К примеру, устраивают онлайн-кемпинги. Если раньше мы обучали только профессионалов, ну, Бюро МФЦА там на протяжении пяти лет, то в прошлом году мы осознали, что нам нужно начинать еще раньше со школьной скамьи. Проходя вот этот весь путь, мы хотим, чтобы школьники получали эти жизненные знания как можно раньше, применяли их в своей школьной деятельности, выбирали университет, свою будущую специальность, будущую профессию более осознанно и потом уже плавно переходили при поступлении в университет к получению профессиональных сертификаций. После того, как на платформе Альфа-Арабиус все уроки пройдены, то можно сразу поступать в университет будущего. Так называется еще один цифровой продукт Бюро МФЦА. Здесь нет возрастных ограничений. Он создан для тех, кто хочет развиваться по карьерной лестнице. Через университет будущего можно переквалифицироваться или получить международный сертификат. Платформа очень интересна тем, что она подходит любой организации, например, компании, которые хотят обучить своих сотрудников, но при этом у них нет какой-то ЛМС-системы, и они могут обратиться к нам, а мы им методологически можем помочь и также разработать данные курсы, запустить их, заплесить у нас на платформе, сохранить и дать доступ всем сотрудникам. Оба этих продукта – элементы единой экосистемы, которые формируют Бюро Международного финансового центра. В ее основе заложены идеи непрерывного профессионального развития, а помогают во всем цифровые технологии. Символично, что IT-трансформация Бюро совпала с его первым пятилетним юбилеем. Мы продолжаем двигаться в направлении цифровизации, как раз-таки применять такой смешанный подход, когда и технологии, и привычные подходы андрогогики, которые мы раньше использовали для обучения взрослых, мы интегрируем для того, чтобы обеспечить максимальный охват. Кроме того, мы уже выросли немного из нашей такой позиции ментора, тьютера, и сейчас мы становимся больше, наверное, экспертом и трансцентром для всего рынка, передавая нашу экспертизу, по сути, еще шире и еще дальше. Завершает цикл после университета будущего третья платформа Бюро. Ее задача – предоставлять услуги по HR-консалтингу на основе аналитики больших данных. Поэтому сейчас мы представим и представили, и представлять еще будем многие продукты, которые не просто содержат модуль таких образовательных платформ, как ЛМС-системы, но и еще огромную задачу на себя берем в качестве именно маркетплейса, для того, чтобы все дальше и больше передавать нашу экспертизу в рынок. За пять лет в Бюро непрерывного профессионального обучения МФЦА больше трех тысяч казахстанских специалистов стали обладателями востребованных международных сертификаций в области финансового и инвестиционного менеджмента, аудита, рисков, управления проектами, HR и юриспруденции. Мы запускаем программу корпоративного управления, где наши профессора также являются сотрудниками МФЦ. Также управление изменениями в данное время, это самый, наверное, мне кажется, один из тех важных навыков для управленцев, для компаний, когда многие компании проходят через трансформационные процессы, и важно уметь управлять этими изменениями. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Продолжение следует...